А теперь у нас в гостях представитель логистической компании ABOS Филипп Шклярик. Филипп, скажите, пожалуйста, какие инновации есть в плане логистики сейчас? Ну вот наша компания конкретно занимается цифровизацией логистики. То есть мы пытаемся ввести систему поиска транспорта, независимо от того, что это был бы автомобильный, морской транспорт или авиа, в систему онлайн. То есть все происходило бы с помощью цифровой платформы, которую мы разрабатываем и сейчас все пытаемся все более проинновировать, скажем так. И это делает грузоперевозки быстрее, дешевле и качественнее. Чем 2019 год отличается от 2018 в плане логистики? Какие появились инновации и технологии? Ну есть общеизвестные, то есть ввод электроцифровых пломб планируется. Очень много новостей, именно если брать в законодательстве нашей страны. Но конкретно мы считаем, что наша компания это и есть инновация в этой отрасли, потому что она помогает действительно делать клиенту более комфортно, не начиная от самого транспорта и условий, которым применяют клиенты к транспорту и заканчивая документооборотом. Как логистика сейчас сказывается на ценообразовании продуктов? Вот, к примеру, если надо доставить продукты из дальних регионов нашей страны, к примеру, в ту же Москву? Ну это очень сильно сказывается. Сказывается, прекрасно все знают, что обычно тот товар, который производится где-то внутри области, он скорее всего там и остается. Все это из-за логистики, из-за дороговизны ее. Именно наша платформа и пытается вот этот момент сократить как можно больше, при этом не теряя в качестве, потому что мы обхватываем более широкий спектр перевозчиков. А каких сейчас, каких перевозчиков вы используете? Ну в основном это привлеченный транспорт, то есть мы в основном используем автомобильные грузоперевозки, морские линии, авиалинии и ЖД-вагоны. То есть у нас прямые договора со всеми крупнейшими морскими линиями и крупнейшими ЖД-операторами. Филипп, спасибо вам огромное. Спасибо.